И снова всем здравствуйте, с вами Техномакс, а как вы поняли это DLC The Final Station The Only Traitor Единственный предатель. Это не сколько продолжение, сколько взгляд на историю с другой стороны. Давайте начнем DLC. Они скоро будут здесь, нужно собираться и ехать. Герой, как вы поняли, у нас уже совсем другой. Вода. Заклинила, блин, дверь. И, кстати, да, как вы поняли, главный герой теперь наконец-то разговаривает в облачках, а не только в переписке, как прошлый герой. У нас есть Бита, Морган, четыре тряпки. Упс, таблетки, виски. Сервера какие-то или что это такое. Даже если полиция нагрянет с облавой, в квартире они ничего не найдут, так как все данные хранятся у нас на сервере. Неплохо придумано, сейчас передам шефу. И спроси насчет прибавки. Опять какие-то хрен его знает, кто здесь был. Ну, мы в каком-то доме тут живем. За какого-то обычного чувака. Джек, ты дома? Передача данных сто процентов. А, ну вот он, сервер к ноутбуку подключен. Да нафиг идите, блин, заразок. Ну, Бита, конечно, получше, чем кулак у машиниста, если честно. Она прям нормально вваливает. О, опять символы вот эти самые. Есть кто живой? А, тут еще больше символов. Фантомные символы новой веры. Римус Вудс. Какая-то вера новая. Орден пришествия. Наша страна прошла через множество лишений, как уверяет правительство, по причине враждебного вторжения извне. Однако, если враждебного, то почему мы с вами живы? Для грядущих испытаний, ответит вам Римус Вудс, глава нашей школы, для испытаний нашей веры. Ибо для этого и пришли наши спасители, чтобы создать новый мир на основе новой веры. Ага. Либо тут реально что-то с новой верой, либо тут просто головой поехали уже те, кто эти символы видит. И пытаясь дать им обоснование. Гарри, ты дома? У него тот же, кто Гарри, у него тут знакомые в доме живут. О! Ну, слава богу, ты еще жив. Какого черта там происходит? Они вернулись. И нам пора делать ноги. Ты со мной? Гарри Грин, литературный редактор. Инженерия, медицина, общительность. Его можно взять с собой, либо уйти. В отличие от поезда, где мы с вами собирали кучу народу, любых выживших вообще. Тут мы берем только одного человека, потому что, как вы поняли, мы путешествуем на автомобиле теперь. Давайте возьмем. Это же у знакомых, что бы не взять. Но, к сожалению, можно взять только одного человека, насколько я знаю. Так, пойдем дальше. Из нашей комнаты. Бензин, еда, вода. А кто это? Зачем он его связал? Это кто-то из знакомых у него превратился? И что он его сразу не грохнул? Он что, думал, что этот чувак выживет или превратится обратно? Я не думаю, что так будет, к сожалению. Бензин, еда, вода. Ну, бензин, еда, вода, кстати. Сейчас я вот так. Вот они сверху, в правом верхнем углу. Вода, еда, бензин. А вот и наша автомобилька. Не забыть бензин. Поехали. Можно отправляться. Ты не мог бы сделать музыку потише? Заткнись, Гарри. Что ты слышал про убежище под Сенштейном? По-моему, оно только для работников завода. Не думаю, что нас туда пустят. Ближе ничего нет. А что с остальными? Кто-нибудь из соседей выжил? Не думаю, видел труп Моргана. Твою мать! А сектанты сверху? Не видел ни мертвых, ни живых. Думаешь, они знали заранее? И ушли? Музычку все-таки оставлю. Не пари чушь. Главное, что мы сами живы. Тут можно промотать поездку, если все закончилось, типа. Так, Гарри Грин, редактор, крафт-лечение. Ну-ка, крафт. Аптечки, патроны. Аптечки, патроны. Лечение. Плюс 50 хп. Это кому? Его полечить, в смысле? Тут как-то вообще ни хрена не понятно. А можно как-то станцию сменить, нет? Тут можно вкл-выкл радио и все. Ладно, поехали. Хрена, он втопил там. Найду провиант и двинусь дальше. Давайте поищем, тут можно побегать. Может дома что-то содержат. Есть кто дома? Туалетная бумага, мыло. Люк есть зато дома. Ты можешь выиграть хотя бы холодильник. Нам негде хранить чертову еду. О, бля. Что-то я тут пол дома разнес, пока их убивал. Ну, да. Битый он машет очень быстро и очень часто. То есть, проблем вообще нет. Патроны для пистолета, штаны, тряпки. А как попасть на ту сторону через подвал? Давайте попадем. О, еще ниже. Стол для покера. Семья Дерби. Холодильник, плита, диван, кровать. Семья Джонс. Тумба, шкаф. По два. Они в покер играли на мебель. Нифига себе. Подпольный покер. А, ну вот. Шкафчика нет навесного. И тут вообще тоже попропадала мебель. Безалкогольная бутылка пива. Ну, правильно, безалкогольная. Ты же за рулем, баран, блин. Какое тебе алкогольное? Ой. А этот какой-то такой, это. А, нифига себе, ползающий. Вот это да. Порох, сигарет, таблетка. Проветрим, опять же, трупы, мухи. Тут, тут капец, вообще такая ванища должно быть стоит. Стой. На заднем фоне какой-то ветряк. Опа. Ничего себе, тут можно куда утопать. А-а-а. Это, наверное, такой же ветряк, кстати. Металлолом в виске. Даже не думай, скотина, за рулем бухать, блин. В кревет улетим, и игра закончится. А я хочу до конца дойти. Дорога обвалилась, черт. Ну и вонь. Вот я про что я говорю. Хе! Одежда. Вот я про это же. Фига себе, тут можно куда утопать. Бензин. Но ловко он битый орудует, блин. Так, ну тут обвал, а сюда мы сейчас выйдем обратно. Банкин. Хорошо. Тут мы как будто бы все осмотрели. Пойдем на ту сторону. Так, еще один люк. Подвал магазина. Это похоже на видеопленку на бобинах. Старую. О, вода. Ого. А, так это кинотеатр какой-то подземный, что ли? Странно, что он подземный. Зачем он под землей? О, сэр, постойте. Возьмите меня с собой. Прошу вас. Мне не выбраться отсюда одному. Джесси Майкл или Гарри Грин. Медицина, инженерия, общительность. Мы можем продолжить вести нашего карифана Гарри или можем взять Джесси Майкла, киномеханика. Вообще статуи у него повыше. Все, кроме общительности. Пока уйдем. Просто мы будем учитывать, что тут сидит дядя. И я постараюсь за ним вернуться. Текущий сеанс возвращения стража. Два, последний бой. Драма-фантастика. Режиссер Алан Крид. 142 минуты. Ну, это киношка, которую они крутили. Так. Вот эта бочка. Есть подозрение, немаленькое, что вот тут сейчас будет толпа. Нету. Это кухня. Бля. Стой. Главное, по бочке не ударить, блин, случайно. Куча посуды немытой. Ну, как-то так. Еда. То есть мы, получается, должны найти на каждом уровне все три ресурса. Еду, воду и бензин. Ну, можно вот этого чувака с собой взять. Послушать, что скажет он. Тут идти больше некуда. Блин, может быть, лучше было бы сделать путешествие на автобусе, как мне кажется. Ну, чтобы можно было ни одного чувака с собой брать, а нескольких. Давайте возьмем. Пофиг. Тачка тоже не резиновая. Тут всего два места. Водила и пассажир. Можно отправляться. Меня зовут Джесси. Ага, очень приятно, типа, да? Питер. Питер. А, мы Питер, понятно. Спасибо вам. Я уже и не мечтал, что кто-то придет на помощь. Сейчас каждый сам за себя. Так, слушай сюда, Джесси. Не тешь себя иллюзиями. Я тут не для спасения людей. И если ты не умеешь делать аптечки или патроны, то дальше следующего города не уедешь. Я понятно объясняю. Да, сэр. Вот и отлично. Что-то нифига он делать не умеет. Ну, поехали дальше. Тут дорога занимает куда как поменьше времени, чем, конечно, в оригинале на поезде. Там дольше ехать надо было. А тут что, проехал, поговорил и все. Так, пункт эвакуации. Вход в убежище должен быть здесь. Странное убежище такое. А, обычно на этих мониторах пишут, кто сколько в убежище, кого есть. Анкета 284. Имя Генри Вилла. Возраст 34. IQ 122. Общее состояние 6 из 10. Совместимость для тестов 9 из 10. Уровень вовлеченности 6 из 10. Примечание требуется переезд. Какие-то тесты проводили тут подопытные, что ли, были очередные? Анкета 251. Имя Роджер Рейнольдс. Возраст 43. IQ 142. Общее состояние 7 из 10. Совместимость для тестов 8 из 10. Уровень вовлеченности 2 из 10. Анкета 274. Имя Аманда Хиггс. Возраст 32. IQ 154. Общее состояние 8 из 10. Совместимость для тестов 5 из 10. Увлеченность 7 из 10. Примечание беременно. А вот одной анкеты нет. Кто-то уже уныкал. Нифига себе тут анкета. Тут сколько людей через них прошло. Эксперименты они вставили, что ли? Подопытных с полной совместимостью оказалось меньше, чем мы ожидали. Отправляйте всех, у кого коэффициент ниже 7 в лапс бункер. Всех, у кого выше, забирай себе. Сейчас. Но посещение еще не началось. Мы даже не знаем, начнется ли оно вообще. Мне нет дела до посещения. Забирай их в бункер и закрывай его. Жду первые результаты опытов через неделю. Лапс бункер, в котором мы были в оригинальной игре. Когда-то я работал здесь. Офир шефа должен быть рядом. А, тут еще и работал. Тогда он точно должен знать, что вообще происходило. Вот черт. Э, шеф, что ли? Он сейчас будет тебя ругать за то, что на работу опоздал? Что-то какой-то бункер очень большой. Погодите. Одежда патрона. Питер, это ты? Привет, шеф. Что ты тут забыл? В убежище пытаюсь попасть. А, убежище. Что? Нет, ничего. Ага. Директор завода. Можно его с собой взять. У него инженерия высокая. Давай возьмем, че. Старые книги, CD-диски. У него высокая инженерия. Может, хоть он патроны крафтить умеет, блин. А тут сейчас расчистим и киномеханика оставим. Тут относительно безопасно. После нас должно быть спецодежда, сигареты, металлолом, вода. Электрум. 45 баксов. Тот самый электрум, который добывали. В предыдущем сюжете. Еще ниже можно спуститься. О-о-о. Так, чуваки, и что с вами делать? Вот и отлично. Прям как надо. Огнестрела все равно нет. Сервера. Трубы какие-то. Ванная. Они тут мылись, что ли? Ну, что-то они плохо мылись. Наверное, без мыла. Потому что они как черные были, так и остались, блин. А, еще ниже. Нифига себе, блин. Я дежурю сегодня ночью. Постараюсь спрятать самый крупный кусок электрума на складе. Между коробок. Твоя задача забрать его оттуда и незаметно вынести. Встретимся у Мартина и будем искать покупателя. А, тут кто-то приторговывал рудой, которую добывали. О, блин, чуваки. Это противозаконно. Патрон для пистолета. Да, все, улеглись, блин. На, топливо. Я должен быть уже рядом. Ох, ни хрена себе. А, ну это был лифт, и у него все сдохли. Твою мать. Какого черта оно закрыто? Да, блядь. Ёб твою налево. Какого хуя, блядь. Это пиздец. Ну, я его каракуляю. Там понятно, что маты я позвучил как мог, как говорится. Ладно. Это убежище, в котором все печально. Ага, тут закрыто. И сломать нельзя. Ну, а тут было еще что-то. Сперва проверю здесь. О, револьвер. Мне это пригодится. Ну, погоди. А, ну да, бит уже осталось. А я думаю, где бит, блин? Патроны, тряпки, старые книги, карандаш, без одежды, порох, таблетки, электрум. Ни хрена себе. Оу. А. Ну да, прикол тот же. Лаборатория. Погоди. Еда. Еда нашлась. Майкл, прибыла новая партия электрума. Адам, как обычно, выделяет нам какие-то огрызки вместо чистого электрума. Он хочет, чтобы исследования проводили или копались в мусоре. Скажи ему что-нибудь, наконец. Не хочет работать по-хорошему? Есть и более перспективные исследования для нас. А, то есть, на базе этого электрума проводили некие эксперименты. И чем он чище, тем лучше. Ну, понятно. А рабочие его тырили. А чтоб продавать, блин, сдохнет уже. Еще ниже. Есть новости. Здравствуй, Адам. Нам удалось получить несколько новых состояний электрума, помещая его под воздействие фотонного излучателя Германа. Но, боюсь, пока нам не удалось найти ни одной закономерности в его изменениях. Задача была усилить действие кристалла. Все остальное мне неинтересно. Я понимаю, но мы не можем так быстро найти единое решение. Жаль, что ты не понял, насколько все серьезно. Еще один день. Если же результатов нет, все уволены. Бля, какой у них директор злой был, пиздец. Это я его с собой взял, интересно? Или тут был свой директор в лаборатории? Отдельно от того, что наверху. Так, камера декомпрессии. Ой-ё. Вау. Ох, блядь, ты чё? Это еще что? Ёпта. Пусто. Это они... Чё за хрень такая, блин? О-о-о. Погнали. Поиграем в бейсбол. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Нихера себе запинали, как быстро. Ладно, я понял. Битая здесь не решение всех проблем. Хотя бы так. Комментарии к руководству по эксплуатации. Прошу обратить внимание на следующую особенность. По имеющимся сведениям, равномерное извлечение энергии с кристалла достаточно безопасно. Например, использование кристалла в ристале. Однако резкие и единовременные попытки извлечь энергию могут вызвать нестабильность. Прошу уведомить кузнеца и его инженеров. А, вот и кристалл сам на заднем фоне. Чё-то с него какую-то энергию извлекали. Отчёт. Фотонный излучатель Германа действует на электрум непредсказуемо, создавая каждый раз совершенно новую связь. Второе. Исключение пока составляют только импульсы от 421 КФ, которые разрушают связь частиц электрума. Разрушение связи частиц электрума, по идее, должно вызвать его взрыв или что-то подобное. Либо сильную нестабильность. Ну ладно, здесь мы закончили, поехали. Всё готово, можно ехать. Директор завода Билджером. Спасибо, что выручил. Куда планируешь ехать? Ты ещё спрашиваешь. Какого чёрта вы закрыли убежище? Его закрыли ещё месяц назад. Я тут ни при чём. Ни при чём? Это твой завод или нет? Кричать на меня не надо. Я и сам умею. Ну да, большие начальники умеют кричать. Тебя давно тут не было. Теперь заводом владеет один из Торнтонов. И мы, и чёртовы лаборанты делают только то, что он скажет. Думаешь, я сам бы не спас, если бы мог. Ладно, давай крафт посмотрим. О, аптечки создать. Патроны создать. Отлично. Высокий уровень инженерии, либо медицины позволяет создавать либо патроны, либо аптечки. Ну понятно. Поехали. Неплохо припарковался. Уошмастер. Это автомойка, я так понял. Давайте сходим сначала сюда. Тут когда-то был рынок. Ага. Пивные кружки стоят. Ни хера себе. Не, этих лучше издали стрелять. Бля, патроны кончились. Котёл какое-то отопление, что ли? Это похоже на заготовленный уголь. Котельная, скорее всего. Стоп. Металл. Металл. Ёпта. Не, не, не. С этой стороны я не пойду. Нафиг, нафиг. Там вода есть. И автобус зелёный. Так, унитаз. Можно кого-то попробовать отоварить. Так, давай-ка мы тебя вот так вот лучше. Да, блин, хватит меня жрать. А вот этих надо как-то коробками, наверное, унитазами. Ну, бля. Пойдём с этой стороны. Если мы пройдём тут, конечно. Пройдём. А, тут закрыто. Тут стенка. А вот тут открыто. Ага. Бля, вот уж патронов нет. Это очень печально. А, есть патроны. Отлично. Вот сейчас нужно вот этого придурка. Во. Класс. Ай, сука. Херасию чуть не убил. Да, сука, а. Блин, вот пытаешься поэкономить, и получается только хуже порой. Надо сделать так, чтобы эти дятлы собрались всей толпой. Во. Вот так ещё лучше получилось. Ну, практически идеально. Это всего лишь ради бутылки воды. Теперь нужно еду с топливом найти. Ну, нам на ту сторону. Блин, я всё пытаюсь выйти через эту стенку. Она на стенку не очень похожа. Она такая прозрачная, блин. Ну, там очень тонкие, типа, ворота, наверное. Вот наверху видно, что эта стенка, блин, толстая. Да, никого нету, блин. Ай. Какая крепкая голова. А, так это не автомойка, это прачечная. Патроны, монеты. Офига себе, какая прачечная лютая. Внутрь такой коридор выходит с кучей машинок. Спецодежда, мыло, мыло, туалетная бумага, монеты. Виски, очки. А вот и еда. Что думаешь об этом ордене пришествия? Чего о нём думать? Обычные шарлатаны? Ну да, но жена говорит, иногда их можно и послушать. Ты о чём? Если правительство нас обманет и закроет все убежища, что нам делать тогда? И что твои умники предлагают? Они строят своё собственное убежище. А, вон он чё. Какой-то дом ещё. Ну, бензин нужно найти. Это дом жилой, по идее. Тут подъезд. Тоннель будет готов ко вторнику. Ночью можно начинать операцию. Взрывчатка и мешки у Джона. Не забудьте про картину. Это главная цель. Вот кто-то хотел что-то украсть. А, подкоп. Ё-моё. Ну вот и топливо. Взрывчатка. Нифига себе, тут, блин, местность какая немаленькая. А, музей, понятно. Они хотели украсть картину из музея. Деньги, 200 баксов. Нифига. Похоже на ограбление. Так это и так понятно. Деньги, тряпки. А, это куда? А, это никуда. Это закрыто. Так, тихо. Лежать. Бля. Лежать, говорю. Извещение. По приказу администрации Армонда Уайта требуем закрыть действующую выставку, как распространяющую антиправительственную пропаганду. Окружной прокурор Рейнолд Криг. Ага. Интересно. Какую-то картину увели все-таки. О! Теодор какой-то. Торнтон. А-а-а. Это Верман Двайт, который... Это вот люди все, которые были описаны в прошлой игре. Но кого-то не хватает. О! Директор музея. Экспонаты А1 и А2 предположительно, письма Берманда Уайта адресованы Кристофу Торнтону, на тот момент работающему в области нефтяной промышленности, а также совладельцу главных и горных домов страны. В письмах детально обсуждаются возможные условия совместной работы. Экспонаты А1 и А2 предположительно, письма Берманда Уайта. Экспонаты А1 и А2 предположительно, письма Берманда Уайта. Ни хрена у вас тут. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не-не. Перезаряжайся, блин. Вот этого надо сейчас... Бля, надо, чтобы он отошел. Когда он отойдет, его можно будет подстрелить. А! А что это я, блин? Вот здесь можно попробовать его достать. Отлично. Та, блин, промазал. Деньги, патроны, выход. Но мы еще там не были. Но тут вроде бы все. Да, там закрыто с той стороны справа. Ну, зайдем в дом. Да ни хера ты живучий, блин. Диски, очки. Ага, душевая. Три-четыре. Это коридоры, что ли? Эй, ты! Черт, больно! Кто это? Это грабители или сектанты? Мало мне было. Теперь еще это. А это сектанты или кто, блин? Я так и не понял. А! А тут закрыто. Хм. Что-то такой дом большой. Я думал, тут везде лазить можно. Хотя бы, ну, тут где-нибудь. Два патрона последних. Ну, у нас все собрано. Нужно возвращаться, крафтить патроны. Это он в бочку припарковался удачно? Или это такая бочка была? Все готово, можно ехать. Блин, прикольно. Дело слишком, кстати. Мы все еще едем с директором. Все удачно? Бывалые луша. Прости, я не могу тебе помочь с вылазками. Все в порядке. Пистолет все равно есть только у меня. Слушай. Следующая остановка будет в Кескусе. Да, на вокзале. Может попробуем запустить один из поездов? На кой черт, тебе моя машина не нравится? По мне поезд надежней. Ну, отлично. И как ты собрался его запустить? Не думаю, что это очень сложно. Серьезно? Просто пару кнопок нажать? В любом случае, если увидишь поезд, дай мне знать. Дан. Ха, ну ладно. Так, создать аптечку, создать патроны, нифига нету. Лечение. Лечение кого? Это лечение себя, чтобы он меня полечил? Или я его лечу? Наверное, он меня все-таки лечит. И скорее всего, от уровня медицины зависит не только крафт аптечек, но и количество восстановленного здоровья. Жалко, не видно, блин, здоровья своего. Так, ну ладно, мы приехали, кажется. Они весь город в клочья разнесли. А, так мы тут были, ё-моё. Это та самая станция, на которой не продавали билеты, вот здесь. Патроны штаны. Да, вот он, эта кассирша. Виски. Карандаш, монеты, патроны для пистолета. Ё-моё. Та самая станция. Блин, так жалко, тут столько людей было. Теперь тут только мертвые. Ладно, давайте тогда закончим пока что на этом. Всё офигенно интересно, но, блин, иначе видео вырастет до невообразимых размеров. Всё. С вами был Техномаш. Всем спасибо за внимание. Это был The Only Traitor DLC для The Final Station. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok